Всем привет! С вами Татьяна на канале Секреты Жизни на даче. Сегодня вам хочу показать новогодний салат. Новое блюдо, которое нам пригодится на Новый год. Но я заранее вам сейчас всё расскажу и покажу. Попробуйте, кому понравится, кого заинтригую. На новогодний стол с символом новогоднего следующего года. Символом следующего года. То есть будет у вас такой символический салатик. Вкусный и красивый. Так что сейчас я вам расскажу, что нам понадобится для этого салата. Значит, 400 грамм ветчины. Ветчину нужно сначала тоненькими полосочками порезать и вырезать из неё формочки, кружочки. Или же просто несколько пластиков, пластиночек ветчины оставить. Для дальнейшего я вам в конце всё покажу. Досмотрите до конца. Подписывайтесь. Ставьте палец вверх. И я вам всё покажу потом, как и чего. Значит, для этого салата 400 грамм ветчины, 4 свежих огурца, 5 варёных яиц, 3 яйца идёт в салат и 2 для украшения. Значит, маслины, 300 грамм сыра. Вот сыр я уже потёрла. Значит, 300 грамм сыра, майонез и 2 зубчика чеснока. Майонез – это не реклама. Так просто развернуто. Мы можем, да. Вот так его поставить. Вот, всё очень простое, доступное. Поэтому салат бюджетный, вкусный и полезный. Мы, значит, с вами приступаем к приготовлению этого салата. Салат бюджета сыр потёрли. В него 2 зубчика чеснока нужно потереть. Порезать огурцы, порезать яйца и порезать ветчину. Всё. И потом я вам покажу, что будет у нас дальше. Мы пока что будем нарезать, а вы оставайтесь с нами. Так, значит, мы все ингредиенты порезали. Мелким кубиком сыр тёртый, чеснок через чеснокодавилку. Огурчики мы порезали тоже кубиком. Но вы посмотрите, у нас огурцы покупные. Очень толстая шкура. Чтобы салат был вкусный, нежный и приятный, мы шкурку почистили. Сначала вот стали резать, а потом всё-таки решили шкурку почистить. Значит, всё яйца я порезала просто крупно ножом. Всё, все ингредиенты мы теперь смешиваем. Ветчина, огурцы, сыр, яйца. Сюда же чесночок 2 зубчика. Добавляем майонез и всё перемешиваем. Все ингредиенты перемешиваем. Сейчас я посмотрю, сколько я майонез положила. Нужно добавить. Кто любит, если сильно солёные, можете немножечко попробовать. Вот пока ещё не выкладывали. И посолить. Мы ничего не солили. У нас будет вкусный диетический салат. С майонезом. Но майонез, пожалуйста, можете сделать свой. Так кто же будет сметана тогда? Чё кто же будет? Ну, жирный майонез, он на масле. Ну, что? Делают свой майонез. Есть везде эти рецепты. Ну, свой майонез, но он же на масле. Основу у него подсолнечная маска или там оливковое масло. Масло. Поэтому майонез жирный. Это же масло. Ну, понятно. Пусть делают, что хотят. О, я палец обрезала вкусно. Приятненько, свеженько от огурчиков. Так, хорошо всё перевешиваем. И выкладываем в форму. У нас вот дети спят, мы не подготовились. Красивую форму не нашли. Вот есть тарелочка, какая с краешку стояла. Придётся нам сейчас выкладывать на неё. Значит, мы берём весь готовый салат, выкладываем в красивую тарелку или салатник. То есть к Новому году каждый подготовитесь. Все стараются что-то для себя прикупить свеженькое. Сейчас везде всё ездит. Не раньше, дефицит. Всё заранее надо было купить. А сейчас всё есть. То есть, кто если любит... Ты кружочком. Гурманы. Кружочком или овалом? Не, мне кажется, кружочком. В общем, мы сейчас сделаем... Можно сделать овальную форму, можно сделать кружочком. Если овальную, то уже можно лапки сделать. Да, ну и мы их лапки пристроим, всё покажем. Значит, выкладываем. Сверху мы посыпем тёртым яйцом. Я вам сказала, что три яйца в салат, а два... Да, белком. Два от двух яиц белок мы должны вот так вот сделать. Красиво уложить. У нас же год белой мышки. Поэтому надо было вилочкой. Да, можно рукой. Можно рукой. Кому как нравится. Можно и ногой. Ну, несмотря в каком состоянии к Новому году люди будут сделать салат. Придут с работы с корпоратива. И нужно быстренько сделать красивенько. Раз-раз и всё. Вот так вот у него у меня в ложке остался салат. Так. И теперь дело за малым. Теперь мы должны изобразить символ этого года. Украсить. Украсить, да. Давай будем украшать. Значит, мы должны пристроить ушки вот так вот на макушке. Так. Потом мы подготовили глазки и носик. Ты смотри, лучше... Глазки и носик можешь вот прям целиком из этого взять, из банки. Вот так. Ну, глазки. Носик. Да. Так. Тут мы ещё вот подготовили. Этот... Точка-точка, два крючочка. Носик, ротик, оборотик. И будет красотень. Это мы по всем законам два зуба. Мышка у нас же должна быть зубастая. Всё умеет грызть. Красота. Так. Усы у нас получили свои... Да. Усы еще. Лапы мы ей не сделали. Вот так. Усы у нас классные. Хвост пристроили. Ой, усы. У нас такая мышка. Но она же новогодняя. Она же целый год. Кто не успеет сделать... К новому году могут делать весь год. Да. Эту белую мышку. И она будет... И будет вам счастье. И будет вам Новый год. И будет Новый год. Вспоминать будете. Вот. Поменьше сейчас вот так. Такая красотень. Эх. И вкуснотень. Да хорошо, хорошо, красиво. Ну, у каждого своя фантазия. Может быть, кто-то придумает что-то другое. Интересно, реснички не получатся вот так. Из окутов получится. Всех с Новым годом. Наступающим. Да, с наступающим. Всем счастья, здоровья, радости. В этом году... Успехов и удач. Что будет в этом году? Не что будет, а в этом году все магазины, все торговые центры, все улицы... Очень рано стали украшать к Новому году. Что действительно хочется уже ставить елку. Поднимают настроение. Настрой у людей должен быть. А тоже, видите, тяжелые. Настроение и... Как это? Платежеспособность. Не очень, поэтому... Пусть заранее созреет, чтобы к Новому году точно все купили. Просто дело в том, что сейчас походят, сейчас еще все дорого. А потом, наверное, уже к декабрю начнут немножечко скидочки появляться. Я не вижу ее в камеру, мне очень красиво. Без камеры еще красивее. Да. Ох, красивая. Это она уже выпила немножко. Выпила? Глаз почесала. Я говорю, немножко... Выпила немножко, реснички криво стали. Глаз почесала. Покрасила, почесала. Да, да, да. Эх, все. Все, всем приятного аппетита. Украшать можете на свое усмотрение. А можно еще вот тут вырезать вот так треугольнички, и получится как... А, попробуй. Получится как накатки. Да, да, да. Да, можно и так. Сейчас, ты пока расскажи анекдот. Анекдот, я могу стихотворение, которое Степка учит к Новому году. Скоро-скоро, Новый год. Елка в гости к нам придет. Дед Мороз на красных санках нам подарки принесет. Вот, всем хорошего настроения. Предновогоднего. Предновогоднего, да. Настроя праздничного. Чтобы всем все было хорошо. Чтобы Новый год, в Новом году, чтобы у всех сбылись все желания. Все, кто здорово побежали. Не очень. Как крот. Не очень. Видно, вот так вот. На белом, видно нормально. Вот так. Так что всем всего хорошего. Делайте салат. Мы вот вам заранее, чтобы все успели подготовиться. Попробуйте. Понравится, значит, будете делать такой салат. А получается, вместо мышки или крыски можно сделать любого зверька. Кому какой нравится. Поэтому это на все случаи жизни и на все новые года. Всем всего хорошего. Счастья, здоровья, любви, радости. Удачи, успехов. Все. Всем пока.